МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считанные часы остаются до окончания регулярного чемпионата КХЛ. Чемпионата, который начался с трагической авиакатастрофы. Чемпионата, который все же нашел в себе силы стартовать и состояться. Который, вопреки нашим осенним потрясениям и переживаниям, все-таки порадовал российского болельщика. Считая часы, которые остаются до старта главных матчей сезона, розыгрыша Кубка Гагарина, мы решили проводить этот чемпионат. Решили еще раз помянуть трагически ушедших. Решили вспомнить самые звездные моменты чемпионата. И обсудить эти супермоменты с самыми авторитетными людьми, как хоккейной сцены России, так и хоккейного закулисья. Здравствуйте, дорогие гости. Я очень рада приветствовать вас в Промброс-шоу. Через три дня заканчивается регулярный чемпионат. Устали? По лестнице не тяжело подниматься еще? Нет, не тяжело. Как раз все готовятся к плей-оффу, поэтому многие команды и игроки находятся в оптимальной физической форме. Что вы ждете от программ? Ничего не жду. Мне интересно. Я репортер газеты «Спортэкспресс» Игорь Ларин. Вновь приветствую вас в своем Промброс-шоу. Напоминаю, что это единственное хоккейное шоу в мире, где пробрасывают не шайбы, а людей. Также напоминаю, что мы обсуждаем самые горячие и неоднозначные события из мира хоккея, за температуру и парадоксальность которых отвечает моя замечательная соведущая, знаменитая российская фигуристка, мастер спорта международного класса Анастасия Гребенкина. Привет. Но я пришла не одна, я пришла с красивыми, молодыми, интересными. Проходите к нам в студию скорее. Молодые, интересные. Проходите, пожалуйста. Здравствуй, Алексей. Привет, Юрий. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас в гостях два, не побоюсь этого слова, капитана. Самый популярный хоккеист России, человек, который приезжал в сборную России в самые сложные годы ее жизни. Капитан России Алексей Яшин и очень интересная фигура, я считаю, что это один из главных теневых людей российского хоккея, агент России Юрий Николаев. Анастасия, ну Алексей Яшин знает вся страна, а вот Юрия Николаева вы, видимо, не знаете. Первый раз вижу. Нет, ну я слышала, конечно, что-то, но не видела. Этот человек не только из утренней почты, но и из дневной и вечерней хоккейной почты, поверьте мне. Вот вы, мастер фигурного катания, кого из наших мастеров шайбы знаете? Радулова. Юрий Радулов ваш человек? Ну, интересы его я представляю. Кого еще он назовет наше фигурное катание? Морозов, Зарипов, Хабибуллин. Сергей Федоров. Сергей Федоров. Юрий, ваши люди? Ну да, это не то, что мои люди, это я их человек, их интересы я представляю. В общем, теперь все понятно. Итак, с капитаном России и агентом России мы подведем итоги завершающегося регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. А для этого составим хит-парад пяти самых замечательных и самых ярких событий, прошедшей регулярки. Итак, прорыв года. Пятое место. Впервые в истории КХЛ в лиге дебютировал клуб из дальнего зарубежья. Алексей, как вам понравилось играть в Словакии с местным левом, особенно если учитывать, что это ваш западный армейский дивизион? Атмосфера была очень хорошая. Все в Словакии очень любят хоккей. Это одна из самых, наверное, развитых хоккейных стран, таких как Швеция, Финляндия, Чехословакия, да, откуда это все получилось. Чехия и Словакия очень сильные болельщики. Они поддерживали свою команду. И Лев очень сильно играет у себя дома. И, к сожалению, нам не удалось взять ни одного очка там. Ну, если учитывать, что у вас в СССР тренер Словак, я думаю, что вам Лев особенно близок. Ну, мне Лев не близок, потому что это наши прямые конкуренты. Лев оставил очень приятное впечатление именно качеством игры и организации игры. Ну, лично для меня это вот мое мнение. Алексей, вы много лет прожили на Западе, играли в НХЛ, но все-таки вы человек Востока. Вы, напоминаю, воспитанник Екатеринбургского хоккея. Как должна прирастать континентальная хоккейная лига? Западом или Востоком? Мне кажется, нужно, чтобы это двигалось в том направлении, где действительно любят хоккей. Где будут полные трибуны, битком. Где будет атмосфера, когда хоккеисты, выходя на лед, будут ощущать вот именно атмосферу праздника, атмосферу игры. На одну секунду уходим за кулисы теневым агентом. Юрий, что говорят за кулисами о разрастании лиги на Запад? О расширении. Да, там все время вы корректируете журналистов. Кстати, я совсем не теневой агент, а абсолютно уполномоченная лига. Ничего в этом теневого нет. И правильно Алексей сказал, знаете, должно равномерно расширяться, с моей точки зрения, и на Запад, и на Восток. Однобокости какой-то восточной или западной не должно быть. Но мы увидели вот эту замечательную картинку, Лев Попорот, но все-таки всем известно, что там существуют определенные финансовые проблемы. Это нормальный, естественный процесс следствия роста лиги? Я думаю, что этот процесс как раз ненормальный, но на сегодняшний день ситуация, по моим сведениям, решается, и я думаю, она решится. Но проблемы у них есть финансовые. Ну, поздравим Лев с дебютом и перейдем к четвертой позиции нашего хит-парада. И здесь без Юрия Николаева мы никак не можем обойтись. Мы видим, что последний писк российской моды, увы, это конфликты отцов и детей. Радулов против Михалева в Уфе, Зарипов против Крикунова в Казани. Подчеркиваю, что оба молодых человека принадлежат агентству Юрия Николаева. Давайте посмотрим сейчас наш сюжет, а потом вернемся к агентскому сообществу. Ох, какой хороший момент! Радулов! И на седьмой секунде этой встречи Александр Радулов. Открывает счет с ног сжимательных начало. Друзья, с ног сжимательных! Радулов! 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 возмущены. Все-таки мы живем в нормальной азиатской стране, где принято уважать старших, где молодой никогда не пойдет вопреки воле старшего. И все-таки, я так понимаю, что, Алексей, два молодых человека, Александр Радулов и Данис Зарипов, позволили себе нарушить наш замечательный азиатский закон. Как вы видите эту ситуацию? Мне сложно ее комментировать, потому что для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно находиться внутри команды, знать, в чем суть конфликта. И, к сожалению, в моей хоккейной и профессиональной карьере не обошлось без таких ситуаций. Поэтому говорить, кто прав, кто виноват, очень сложно. Но я всегда считаю, что и тренерский состав, и сами ребята, они должны, прежде всего, ставить командный результат. Потому что любой конфликт, который происходит, он все равно отражается на игре команды, на игре, на атмосфере, что происходит. И в дальнейшем, конечно, это все не так приятно для всех. А мне кажется, конфликт отцов и детей в России вполне уместен. Ничего здесь такого удивительного нет. Так что, почему бы... В принципе, да. Это еще классик прописал этот конфликт. Но я все-таки, Анастасия, с вашего разрешения хотел отметить, что Алексей не только капитан России, но и генерал политкорректности. И вот сейчас в своих ответах он лишний раз это подчеркнул. Но у нас есть человек, который немножко ближе к этому конфликту. У нас Юрий Николаев находится. Я хотел бы сказать, что в моей почти родной деревне Шишимарова, вот за Крикунова и особенно за Михалева, абсолютно нашего среднерусского персонажа, люди очень переживали. Все-таки, Юрий, почему вы не вмешались в эту ситуацию и не помогли шишимаровцам? Я хотел бы отойти от ваших геополитических выводов. Скорее соглашусь с Настей про отцов и детей. Но конфликты были, есть и они всегда будут. И независимо от молодых звезд это происходит, или от людей, которые уже поиграли, они всегда были, есть и будут в хоккее. Иногда, правда, наша пресса чуть это преподносит по-другому. А на самом деле это обычно рабочий процесс. Хоккейный рабочий процесс. Настя, но вы поняли, что между строк прозвучало, что мы с тобой, пресса, во всем виноваты. Нет, между прочим, между строк прозвучало, что Настя права. Это мы отбросили. Так что гости уже немножко на моей стороне. У Шишимарова такого не бывает. Хорошо. Нас убеждают, что практически ничего не было, что все подружились. Ну, Настя, в переводе вот с этого шишимаровского на наш русский, я тебе хочу сказать, что это была переписка Евгения Малкина и Александра Радулова. Один человек пожаловался, что как, в общем-то, его наши среднерусские тренеры ему надоели, и то, что он попросит обмена. И второй выразил сочувствие вот этому замечательному ребенку, как ты говоришь, в схеме отца и дети. Давайте послушаем мнение наставника Александра Радулова. Скократизируйте вопрос, пожалуйста. Я по стилю вижу, уважаемый Юрий, что все-таки это принадлежит Перу вашего подопечника. А вдруг нет? Ты помогаешь другому лагерю. Я не могу комментировать, все-таки интернет, это не моя прерогатива. Акцентировать внимание на том, что Саша это или нет, ну, не знаю. Но то, что просил обмена, это я подтверждаю. Ну, я думаю, что фактически сейчас мы нашли подтверждение, что вот этот замечательный сентябрьский диалог по линии Уфа-Питцбург в одной из социальных сетей все-таки имел место. Алексей, а вы в своей карьере хоть раз обмен просили, и не идет ли к этому дело сейчас? Да, действительно, я просил обмена, но Оттава отказалась, и все знают, во что это вылилось. Я пропустил сезон, тренировался в Швейцарию, Владимир Владимировича Юрзинова, и потом арбитратор принял решение, что я должен отыграть в Оттаве год, чтобы стать свободным агентом, и уже легально, так будем говорить, если получится либо остаться в Оттаве, либо искать какое-то новое место работать. Поэтому я вернулся, отыграл сезон, и в конце концов Оттава меня поменяла в Нью-Йорк, где я подписал 10-летний контракт. Это вот ваша история в Оттаве, это была одна из самых драматических историй в истории североамериканского профессионального хоккея. Вы потеряли сезон фактически. Да, но я к чему хочу сказать, что такие ситуации бывают не только со мной, они были со многими другими ребятами. И с Линдерсом была ситуация, и с Буре, и с Ягаром, и со многими, кого не копни, звезд того поколения. И насколько я знаю, мне очень много людей, кто занимается вот этими контрактами, говорили, что очень много моей лепты там вложено. Делать из этого вашими руками что-то такое, ах, вот, мал там что-то, я устал, не устал. Анастасия, вы, как человек фигурного катания, вы увидели, что сейчас произошло? Сейчас было классическое замыливание темы в исполнении корректнейшего хоккеиста, величайшего и грамотного агента. Я вообще завидую, вообще в фигурном катании тоже должны быть такие агенты, чтобы представляли интересных спортсменов. К теме агентов фигурного катания, я вам обещаю, Анастасия, мы в самом конце программы обязательно вернемся. На Евровидение я не смогу. Хорошо, давайте от Евровидения к Уфе. Давайте. В чем отцовство Сергея Михалева и в чем детство? Вы меня спрашиваете? Как вы сказали, Александр Радулова. Да, вы сказали, это отцы и дети конфликт. Ну, возраст прежде всего. Возраст. Ну, конечно. В очередной раз нам тему замылили. Хорошо, тогда мы все-таки верим в наших шишимаровских людей, и мы звоним правдолюбам, а не дипломатам, которые нам, к сожалению, не говорят всей правды. Давайте позвоним одному из героев этого конфликта. Михалева звоним? Сергею Михалеву, совершенно верно. Сергей Михалевич, вас приветствует студия КХЛ-ТВ. Да, да, слушаю. Игорь Ларин, напротив меня агент замечательного хоккеиста Александра Радулова Юрий Николаев, а возглавляет нашу студию капитан России Алексей Яшин. Здравствуйте, Сергей Михалевич. Честно вам скажу, вот моя почти родная деревня Шишимарова очень за вас переживает. Вы посмотрите на тренерский спектр в России. Финн глухонемой, финн не общающийся, швед. И вот этот непонятный совершенно словак, который может себе позволить одного из самых популярных игроков страны держать в запасе и так далее, и так далее по списку. И мы теряем такого яркого, замечательного тренера, как Сергей Михалев. Вы знаете, как и самое, наш великий мэтр хоккеист Костряков, когда работал в Южнославии, у него были канадцы, он установки по-русски делал, там русские играли. Я говорю, Коуч, Коуч, как нам играть? Он говорит, учите русский язык. Так что нам надо тоже, наверное, учить шведский, чешский. Да. Это вы объяснили. Сергей Михалович, вот вас почему-то занесли в Красную книгу, а мы все-таки хотим, чтобы вы работали. И вот сейчас все-таки мы хотим понять, что произошло в Салавате Юлаеве. Я понимаю, что тема вам неприятная, она и нам неприятная, и она особенно неприятна нашему агентскому сообществу. И все-таки... Вы знаете, как глубоко копаться мы не будем, тема очень простая, она на поверхности. Очков не было, необходимых, игры нет. Все. И Михаляв, Герсонский не смогли это сейчас организовать. Поэтому нас и убрали. Так что тут разбираться, я думаю, чтобы как бы и не время там какие-то искать там нюансы, оправдания, я думаю, ни к чему, потому что понятно, что за результат отвечают. Мы тренеры, ну раз не было руководство, что тут где-нибудь скончилось там. Поэтому такие решения не принимаются. Я думаю, что команды сейчас на втором месте. По-видимому. Значит, все правильно делали. Именно об этом я и хотел спросить. Сейчас Уфа на втором месте. Между тем, вот вы ушли, и тут же определенные люди вышли на совершенно иной уровень. Определенные люди, которые при вас, к сожалению, не гарантировали результат. И это были, в общем-то, ведущие звезды страны. Прежде всего я имею в виду Александра Радулова. Как вы видите вот этот удивительный ренессанс молодого мастера? Результат у Уфы, который есть и который будет во многом ловить от этого игрока. Плюс еще вратарская линия, если не подведет, то я думаю, что завалкивает много. Все-таки мне кажется, что вот наш уклад, настоящий российский, сейчас еще атакуют с помощью социальных сетей. И вот известна вот эта атака с помощью социальной сети на вас, Сергей Михайлович, когда Александр Радулов выложил жалобу на адрес Евгения Малкина, что... Я с ним не конфликтовал, я просто требовал нормальное отношение к работе. И другого ничего. И выполнение своих обязанностей. Никаких-никаких-то завышенных требований, никаких-то претензий или каких-то там, я даже не очень-то оскорблений там с моей стороны. Вот что-то ничего этого и не было. То, что он выложил в таком состоянии, я не знаю, как он был. Расстроен ли был, не расстроен. Но раз выложил эти... И как бы перевел в другую плоскость, я думаю, что там не нужно было просто это выкладывать. Сергей Михайлович, огромное вам спасибо за ваши интересные ответы. Вы знаете, мне даже показалось, что я говорил не с Сергеем Михалевым, а с Алексеем Яшиным. Настолько вы были корректны в ответ на мои провокации. Удачи вам, Сергей Михайлович. Мы вас ждем в российском хоккее. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо, Редактор. Что ж, чуть понизим градус обсуждений от смешного к великому. Третья позиция нашего хит-парада – прорыв года. Лидер «Трактора» и лидер молодежной сборной России Евгений Кузнецов. Вот одна из последних атак во втором периоде. Кузнецов неплохо идет. Ой-ой-ой, оставил неудел практически всю оборону. И какой гол, красавец! Евгений Кузнецов! Вот это да! Дубль Кузнецова. Что творит? Что творит Евгений Кузнецов? Просто неудел оставил двух игроков. Ушел за ворота. Посмотрите, столкнулись там игроки Евгений Кимика. Упал еще один. И, пожалуйста, тут серия рикошетов. И от игрока обороны Евгения Рыбневского шайба. Трактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Классные голы. Алексей, можно поздравить КХЛ с новой звездой? Конечно, можно. И что я хотел сказать просто от себя. Женька очень здорово играет. И, наверное, стал лидером не только нашей молодежной сборной, но и, наверное, лидером континентальной хоккейной лиги. Действительно, один из сюрпризов этого сезона. Алексей, он вам не напоминает молодого Могильного, а может быть, даже молодого Ковалева немножко? Я думаю, что он напоминает, да, всех. И очень здорово, что происходит, что звезды у нас рождаются. Это будущее нашего хоккея. Юрий, мне кажется, посмотрев эту передачу, Кузнецов увидит, как вы защищали от меня и от Михалева Радулова. И, мне кажется, он придет в ваше агентство. Не знаю. Будет надеяться. Но действительно очень талантливый человек. Талантливый. И хотелось бы, чтобы будущее КХЛ и нашего хоккея было бы за ними. И чтобы они оставались тут. Не всегда на это можно повлиять. Что ж, теперь я предлагаю обсудить три стартовые позиции нашего хит-парада с одним из самых популярных тренеров России, экс-главным тренером сборной России Владимиром Плющевым. Владимир Анатольевич, студия КХЛ-ТВ говорит вам добрый день. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте из студии и всем, наверное, валерьщикам нашего хоккея. Сегодня, Владимир Анатольевич, мы подводим итоги регулярного чемпионата, составив свой хит-парад самых ярких событий. И вот в нашем хит-параде пятое место занял дебютант из дальнего зарубежья Словацкий Лев. Как вы считаете, открыв ворота на запад, наша лига шагнула в правильном направлении? Любая команда из ближнего или дальнего зарубежья, она выносит определенный такой, в общем-то, колорит в игру всего чемпионата. И будем так, уж честно, если сказать, никто не ожидал, что словаки будут так огрызаться со многими командами, имея, в общем-то, ну, скромный бюджет, наверное, скромные условия. Но самое интересное, что надо все-таки отдать им должное, у них играют все свои. Вы хорошо знаете Европу. В какую сторону нам шагать дальше? Ну, я могу так сказать, что как бы мы не хотели, наверное, залезть там в Скандинавию, у нас этого не получится. Вот. Но быстро прогрессирующий германский хоккей, наверное, он был бы интересен. Потому что последние чемпионаты мира, которые я видел с участием сборной Германии, это показали то, что, в общем-то, немцы очень хотят, чтобы у них был сильный хоккей. И, наверное, для них КХЛ это будет интересно. Четвертое место у нас заняли ставшие популярными конфликты по сценарию «Звезда, возрастной тренер». Истории Радулов, Михалев или Зарипов, Крикунов, они случайные? Или же это веление нашего вот такого весьма своеобразного времени? Есть просто требования, наверное. Свои требования предъявляют игроки тренерам, а тренеры предъявляют свои требования игрокам. Но весь тренерский мир России знает, что, извините, Юрий, Александр Радулов очень непростой персонаж в управлении. Вы знаете, я не знаю ни одного игрока, талантливого игрока, который был бы очень простой. Я не хочу называть имена великих и выдающихся игроков, просто великих игроков, величайших игроков поколения 70-х годов, к которому относятся и Харламов, Петров, Михайлов, Мальцев, Васильев, Пулупанов, Виктор, Александр Павлович Рагулин, Вячеслав Саныч Фетисов, Алексей Косатонов. Это такие же непростые в управлении люди? Да, совершенно непростые люди. Во-первых, они знали в хоккее очень многое. И для того, чтобы они понимали тренера, тренер должен был их убедить в своей правоте. Тогда они были его сторонниками. Если не находили этого консенсуса, то тогда, наверное, были определенные моменты. Здесь, наверное, немножко другая ситуация, потому что, еще раз я говорю, я не вижу никакого конфликта у Зарипова с Крикуновым, и я не видел никакого конфликта у Радулова с Михайловым. Может быть, где-то было недопонимание друг друга. Третье место в нашем хит-параде занимает Евгений Кузнецов со своими шоу-голами. Он самый ценный игрок этого чемпионата? Ну, самый ценный среди молодых. Вообще? Вообще. Ну, я бы такую эпитету немножко воздержался бы. Конечно, Женя очень талантливый игрок. Я его знаю достаточно хорошо, потому что он со мной был практически на 2 года моложе. Я его приглашал в сборную молодежную. И до этого он у меня был серебряным призером чемпионата мира в Фарго. Тоже младшим возрастом. То есть, эту мальчишку я давно приметил. Ну, так уж, такие эпитеты, вы знаете. Ну, надо немножко поскромнее, я думаю. Хотя парень очень хороший, они очень интересные. Я рад за него. Я рад за то, что он показывает очень зрелый и мощный хоккей. Владимир Анатольевич, в свое время вы запустили в мировой хоккей такую тройку, как Ковальчук, Дацук, Григоренко. Можете с кем-то из них сравнить Кузнецова? А может быть, с кем-то из легендарного звена Могильный Федоров Буре? Ни с кем я Кузнецова сравнивать не буду. И этих игроков не буду сравнивать. Во-первых, это настолько великие глыбы, что сравнивать их с Кузнецовым, это совершенно несельсообразно. Спасибо, Владимир Анатольевич. На финише программы мы к вам обязательно вернемся. С вашего разрешения. Переходим ко второму месту нашей программы. Феномен года. Из 10 самых популярных роликов КХЛ в интернете, 7 в исполнении Витязя. Ну вот-вот, все, да, вот опять это началось. Команда совершенно не умеет проигрывать. Ну а в принципе она и умеет, а только проигрывать. Я не хочу это комментировать, потому что цензурных слов у меня нет. Танцовка этого матча будет иметь большой рейтинг в Ютьюбе. В Южном Подмосковье, где лесов не счесть, Дружная команда хоккеистов есть. Сетки красно-белые у команды той Нет для нас роднее никакой другой. И пускай разбито бровь и под со лба, Воздух в легких разрывают перепонки. Пусть запомнит наш соперник навсегда. И расскажет он о том своим потомкам. Видясь, Чеков не сдается никогда. Алексей и Юрий, а вы заметили, как оживилась наша студия, когда начали показывать ролики с участием Витязя? Вы чувствуете здесь дыхание времени, может быть, не очень свежее? Ну почему, это шоу, а что? Это шоу. Алексей, вы до перехода в ЦСКА поговаривали, что могли оказаться в Витязи. В прессе было, что они очень заинтересованы. И если это правда, то в моей ситуации было очень здорово, что они проявляли интерес. Но мы обсуждаем здесь не эту ситуацию, а обсуждаем как раз вот этот ролик. И то, что я бы хотел сказать со своей позиции, что, конечно, есть люди, кому это очень нравится. И так как я проиграл очень много лет в Северной Америке, там это действительно поставлено на поток. Да, каждая команда имеет ребят, которые могут подраться. Имело. Имело. Сейчас нет. Что ни в одной НХЛовской команде нет? Сейчас в половине команды нет бойцов, да, к сожалению. Серьезно? Да. Я вам гарантирую. Ну, это было, да? Это было. И очень много я разговаривал с болельщиками, и они говорят, о, как здорово, вот мы пришли посмотреть. Но к чему? Что там это все было в рамках правил и в рамках определенного, ну, как сказать, негласного соглашения между бойцами. Ну, мне так в моей карьере повезло. Я попал в команду от того Сенатора, тогда была команда, и всегда драки проходили обычно запланированные, да, на уровне одинаковой подготовки бойцовской, так будем говорить. И это действительно шоу. В Северной Америке это очень любят, и иногда проходит действительно команда 3-0 проигрывает, произошла драка, команда как-то поменяла... Водушевилась. Да, водушевилась и поменяла игру, и там сравняла счет или еще что-то такое. Алексей, я вам раскрою небольшой секрет, почему Анастасия засмеялась, когда мы заговорили о Витязе. Дело в том, что Анастасия спасла для континентальной хоккейной лиги Джереми Яблонский. Она очень волнующе, душевно зачитала обращения Джереми Яблонски, и континентальная лига пошла Анастасии навстречу и спасла Яблонски для российского хоккея. Правильно, Анастасия? Да, я старалась, я действительно очень так искренне считала. А что у нас агенты думают о феномене Витязе? Нет, но есть такая команда, она нормальная. Там есть, кстати, много молодых ребят развивающих, а то, что у них стиль игры, я вот соглашусь с Алексеем, но... Но это привлекает людей. Людей привлекает в хоккейных? Ну, фанатов, болельщиков, да, те, кто сидят на трибунах. Им нравятся драки? Ну, шоу я вам говорю. Шоу, да. Да, конечно. Можно я перебью? Драка, драки, родишь, да. Одно дело, когда там... Конечно. Когда есть два равных игрока. Просто выбирать там мальчика, который не может драться, он хочет играть в хоккей и Бизи, когда море крови на льду, и как бы, ну... Это убого выглядит просто. Это не совсем... То есть мой стиль. Может быть, я не прав, потому что есть наверняка многие люди, у которых разные мнения, но мое мнение, опять же-таки, должны быть драться подготовленные два профессионала. Я расскажу вам, что это Джон Морасси и Джереми Габлоски. Морасси, вы можете использовать микрофон, и мы будем привлекать это прямо в твою живую руку. Эти два – это тяжелые комбатеры. Они будут бросать и бросать, и бросать, как киски, посмотрите! Бам, бам, бам! Боже, они бросают панчей! И это нормальный взрыв, между этими двумя друзьями. Добрый друзья! Если мы о драке говорим, не просто заварушка, там, кто-то кого-то пихнул и там что-то подрали. В другой страны никто не мешает же пригласить в какую команду. Да, в любую команду это. Тоже, ну, человек определенный профессионал. Товгай, как у нас называют в хоккее. Ну да. Но это... У нас в России таких вот нету, а это, вместо лионера, оно ценное у нас в хоккее. Понимаете, в чем дело? Да. Юрий, я заметил, что как только я начал говорить о том, что Анастасия спасла Джереми Яблонского для российского хоккея, вы так недобро сверкнули глазами. А я понимаю, почему, потому что... Показалось вам. Показалось, да? Но я все-таки мысль-то завершу, что... Мне показалось, что агентское сообщество и вот это вот консервативное хоккейное сообщество, это очень непростая субстанция. И эта субстанция, как и деньги, очень любит тишину. Но все-таки... Вы спрашиваете меня, как я к этому отношусь. Да, еще раз я спрашиваю. Еще раз. Я отношусь к этому, как шел. Но со стороны агентства, я не думаю и не слышал от ребят, своих коллег, что кто-то выражался по поводу этого, отрицательно или положительно. Мы как бы никогда не делаем рецензии. Есть вопрос в том, что, например, мне бы, лично мне, не хотелось бы, чтобы игрок, чей интерес я представляю, попал вот в такую, так сказать, мельницу. Ну, честно могу сказать. То есть там в Гае не возьмете себе никакого? Ну, при чем? Возьмете. Я имею в виду, вот правильно Алексей сказал, молодого игрока, который, ну, может быть, попасть просто под раздачу. Ну, во-первых, я не знаю, как это происходит и что происходит, и насколько там тот же Яблонский или кто-то Брэннон, как они, ну, как бы силу удара контролируют ли они или нет, смотрят ли с кем они. А в целом для зрителей, конечно, это интересно. Хоккеистам вообще нравится драться? Ну, так, если честно. Ну, так, чуть-чуть иногда. Это хороший вопрос. Да, хороший вопрос, я так считаю. Это Юрий вопрос. Нет, это Алексеев, конечно. Я часто стоял за себя, вот я помню мальчик, когда... Ну, хоть какое-то удовольствие от этого, какой-то выход адреналина есть? Или нет? Ну, наверное, есть, но так, насколько вот я говорю, что я был знаком с очень сильными бойцами, и один раз, да, я попал в такую ситуацию. Это было в первом периоде с игрой в Нью-Йорк, с Нью-Йорк Рейнджер, да, и к 15-й минуте я уже забил три гола. Получилась драка в первом периоде, и, к сожалению, я не играл всю игру, потому что мы вели 5-1, и не было смысла меня использовать как бы тогда. Да, и после игры хозяин команды подошел ко мне и сказал, говорит, чтобы вот, сколько у нас еще там, 9 лет контракт или 8, да? Говорит, чтобы я ни разу не видел, чтобы ты хоть раз бросил перчатки. Это, говорит, это не твоя работа, ты занимаешься своей работой, есть люди, которые делают эту работу. Ну, вот видите, профессионально. Там все, да, профессионально расписано. Юрий, ну я все-таки вот советую вам обратить внимание на то, что сказал Алексей. Итак, он подрался, сделал хитрик, герой Анастасии Яблонски ударил Рязанцева, и тот начал забивать в каждом матче. Может быть, вам, ваших клиентов, бить? Так он бьет же, что вы не знаете, конечно. Как карабаш-барабаш. Нет, а вообще, ну, шоу есть шоу. Я вообще отношусь к хоккею, но вот есть такая команда, и надо ее воспринимать как должное. Ну, значит, думайте. Хорошо, от простого и смешного Витязя к великому первое место нашего хит-парада леска-шоу Владимира Тарасенко на матче звезд. Тарасенко и второй буллет. Ой-ой-ой, это что было? Это как? Это как? Ну, красавец, а? Какой же умница. Владимир Тарасенко. Кто может это перебить? Смотрите. Ну, эта идея еще была, когда у нас в Сибири проводился такой конкурс. Наш тренер, Сергей Цюшкевич, просто просверлил дырку, привязал леску и привязал излюжки. И тоже сначала никто не понял. А мне позвонил папа вчера вечером, и предложил, если хочешь, можешь так делать. Хороший вариант. Помог папа девушке моей, она изла свои дырки. Посмотрите, дырку, привязать узел, леску. Все, и хорошо все получилось. Где берут такие клюшки с магнитом? Не знаю. Алексей, честно говоря, я был шокирован вашей реакцией на этот буллит. Для вас это стало открытием, этот трюк? Просто я не очень отношусь к таким буллитам, которые должны чего-то показать. Для меня буллит, если ты забил гол, значит, это гол, это гол. Я как бы не совсем к этому отношусь. Хотя вот это было здорово. Я считаю, что это, наверное... Хит сезона, да? Да, хит сезона. Смешно, очень умно, придуманно. Алексей, серьезный вопрос. Вы много раз участвовали в матчах звезд Национальной хоккейной лиги? Всегда были лицом нашего матча российского. Мне кажется, в этом году впервые мы убрали НХЛ в плане матча звезд в одну калитку. В смысле? Да, задумал. У нас намного... Да, Юрий, ну то, что там Рязанцев бросил синие. Да, да. И шоу было совершенно другого качества. Ну и там у них много, они тоже придумали. Ну, я не знаю, мне показалось... Я опять же таки, вот я говорю, что там все придумывается, вот это, да. Зачем вообще сравнивать? Да, и... Это работа с журналистом. Мы кормимся на сравнении. Не, ну очень сложно сравнивать одну игру, тем более, на которой ажиотаж будет присутствовать что в Северной Америке, что у нас. Поэтому сравнивать, у кого громче болельщики или там... Это очень сложно, потому что, в принципе, все упражнения, все сами игры, они одно и то же. Мне нравится, знаете, матч звезд, Леша не смотрел, молодежной хоккейной лиги. Да, они более такие агрессивные. Где абсолютно никакого шоу нету, и там идет жесткая, целенаправленная борьба за очки, там, с жестким хоккеем. Вот в этом плане матч всех звезд, молодежь и хоккейной лиги интересный. Ну что ж, вернемся к Владимиру Плющеву, посмотрим, согласится ли он с нашим парадом. Владимир Анатольевич, спасибо вам, что вы нас дождались. Возвращаемся к хит-параду. Спасибо вам. Второе место в нашем хит-параде занимает Витязь. Вы противник или сторонник вот этого весьма своеобразного клуба? В отношении это оно неоднозначное, совершенно. Иногда, когда ты видишь игру, например, Витязи с Атлантом, когда мальчишки пластаются, но явно уступающие в классе и явно уступающие в подборе игроков Атланту, которые мощные, мощные, сильные команды, да, они выкладываются практически на все сто и показывают добротный хоккей, что там говорить. Или когда Витязь устраивает, в общем-то, непонятную совершенно бойню с магниткой, и, ну, будем так говорить, если не физически, то моральную травму Гелашвили они нанесли, и парень потерял игру после, в общем-то, вот этих вот маленьких событий, потому что до этого он стартовал в турнирах и выглядел достаточно убедительно, и в том числе на него рассчитывали как на игрока сборной. Но разве вратарь сборной России может быть столь психологически неустойчивым? Все-таки его атаковал игрок второсортный Джереми Яблонский, который, наверное, не может нанести такой психологический урон. Ну, здесь зависит не от тех красок, которые ты сейчас мне привел, да, потому что если взять сейчас серую краску и обмазать красную, получится серая, вот, поэтому здесь нельзя сравнивать. Все люди, и, видимо, Гелашвили не сумел переварить это внутреннее через себя, может быть, как-то переживал, что проиграл этот бой, и еще как. Здесь сложно сказать, это же эмоции игрока, они, если бы все можно было просчитать на компьютере, все можно было бы, грубо говоря, как бы подвести под единую черту, то это было бы неинтересно. Это жизнь, все люди разные. Один умеет терпеть боль, другой не умеет, один умеет закусить у дела и терпеть унижение, которое там ему доставляется, да, а потом выходить с честью из этого. Другие люди ломаются, ну, это же все по-разному. Я не думаю, что Геллашвили как-то сломался, но то, что он игру потерял, это однозначно. Лучшим моментом сезона мы признали леска шоу «Буллит» Владимира Тарасенко. Вы когда-либо в своей карьере видели вот такое качественное шоу? Нет, ничего подобного я не видел. И я могу так сказать, что, конечно, у Володи, наверное, было очень большое желание переборщить всех, кто был из тех молодых и немолодых. Но я думаю, что все-таки тот гол, который он забил на чемпионате мира об пяточку вратаря, вот этот гол мне больше запомнился, потому что про этот гол я рассказывал, когда Григоренко забивал такие голы ребятам. Показать это невозможно, но я пытался донести до них на собраниях команды. Но Володя, видимо, попробовал, вот это получилось. Но я думаю, что тот гол у меня больше в памяти останется в чемпионате мира, чем тот вот леска, это шоу. Хотя это для публики это интересно. И дай бог, если каждый будет придумывать, все-таки этот матч он и нужен был для того, чтобы порадовать людей. Спасибо вам, Владимир Анатольевич. Ждем вас в российском хоккее. Спасибо. Хотелось бы обсудить несколько проблемных моментов. Мне показалось, что все-таки, несмотря на все эти шоу, блестящие эпизоды, мне кажется, что в этом сезоне немножко подкачала Москва. Сдали московские дерби, в Москве мало аншлагов. Как воскресить столичный хоккей, Алексей? Не знаю, это, наверное, вопрос не ко мне, хотя команды стараются делать все возможное, чтобы действительно эти дерби сохранились. Юрий, возможен дальнейший прогресс КХЛ без вот этого столичного воскрешения? Знаете, чем я это связываю? С качеством стадиона. Вот, если, дай бог, вот у ЦСКА получится, ну, конечно, это все в качестве стадионов. Вот, посмотрите, и Питер, город тоже, где есть много там развлечений, а сейчас, когда не приезжаешь, ну, меньше 12, там, 12,5 тысяч на стадион не собирается, потому что качество. Вы давно были? На хоккее я, ну, что вы, давно, очень, конечно, никогда. Надо вас пригласить как-нибудь. Я теперь должна ходить вообще обязана. Вот в эту погоду сходить сейчас в Сокольники. С удовольствием. Вот сейчас в Сокольники. Я с вами с удовольствием. Ну, варенки надо будет. Ну, ЦСКА там побольше. Ну, понимаете, в чем дело, что просто, ну, приходишь в Сокольники, и там дует. Вот приходишь, смотришь матч, ну, там дует. Холодно. Холодно. Мало того, что холодно, еще некуда пойти, там мало буфетов. Вот от этого все зависит. А если сделать, из этого шоу будет, где поездят, тут пиво, тут хоккей. Будет много народов. Ну, посмотрите, что на Востоке. Там в Питере там нету места. Да, все эти Казань, там все занято. Казань, Уфа, Магнитка, там билеты проданы. Все. Ну, что ж, огромная благодарность Алексею Яшину и Юрию Николаеву, нашим капитанам, которые по полочкам разобрали этот регулярный сезон. И я, честно говоря, впервые в истории нашей программы понимаю, что проброшенных сегодня нет. Сегодня здесь есть только просвещенные. И у меня по итогам нашей встречи последние два вопроса. Алексей, на последней нашей программе вице-президент КХЛ Илья Кочеврин то ли в шутку, то ли всерьез на следующем матче звезд предложил конкурс танцы со звездами. И в напарнике Анастасии выбрал Яблонского. Но я вижу, каким взглядом она на вас смотрит. И понимаю, что теперь в ее паре мечты будет другой я, Яшин. Согласна станцевать? Спасибо большое, да. Я бы с удовольствием, но... Но не могу. Нет, нет, не в этом дело, да. Дело в том, что вот у меня очень много друзей как раз в фигурном катании, и я четко понимаю, какой уровень мастерства нужно иметь именно в катании для того, чтобы это все не испортить. поэтому если я потренируюсь, я буду с удовольствием работать. Я же всегда тебе говорила, что фигуристы лучше, чем хоккеисты катаются. Нет, они катаются действительно лучше и просто... Ну я все-таки заметил, что и Юрий оживился на финальном вопросе, поэтому... Тоже хочешь сказать? Нет. И Юрию мы задаем всей студии другой вопрос. Юрий, вы будете агентом Анастасии? Если только в паре с Алексеем Яшимом. Хорошо, ну вот так нас, к сожалению, все-таки пробросили журналистов в этой программе. Я хочу сказать огромное спасибо этому регулярному сезону КХЛ. Обязательная программа получилась совершенно замечательной. Ждем произвольную в плей-офф. Даешь четверной тулуп. Спасибо. Юрий, спасибо, Алексей. Огромное спасибо. Удачи вам. Ну что, как вам наши итоги? Мне очень понравилось. Спасибо большое за приглашение. Очень с удовольствием приду еще раз, если пригласите. Мне понравилось. Ну, хорошее, интересное шоу. Посмотрим, что получится. Субтитры создавал DimaTorzok